ну и как все там у вас все вижу я вас вижу вы меня видите да прекрасно слава иисусу христу маленько правее подвинься чуть-чуть я раз минуту побольше картинку сделаю все вот так да довольно слава иисусу христу Игнать Тихонов сколько может дня три-четыре назад стало известно что священник протерея известный Всеволод Чаплин умер скоропостижно то есть он причастился отслужил посидел около храма как написано про него и у него ну и умер у него была болезнь астма и врачи ничего не смогли сделать ну вот сейчас это крутится вы я знаю у вас несколько роликов есть посвященный вы разбирали ответы Всеволода Чаплина ну и вот сейчас на после вот его смерти Александр Невзоров такой человек он начал всякое там про него говорить ну как-то выставлять какие-то как будто это ты считал знаю как к нам этому относиться как-то реагировать надо ли и вообще что вы можете сказать по этому событию А что с событием что выступает Невзоров или то что умер Чаплин Ну то что умер да что-то про него может может как-то я не знаю А что Патриарх сказал про него Патриарх Кирилл что про него сказал сейчас он выступает Андрей Кураев и говорит про это Ну вот он Андрей Кураев сделал акцент на то что Патриарх Кирилл сказал что вот он был один из нас вот так вот только означает что Похвала его или покаяние какое-то Ну даже не знаю ну вот видишь как окажется слова простые умный человек говорит скажет дураку не разобраться или наоборот Ну все на это сказать один из нас я три ролика даже было где он Чаплин сильно нападал на отца Андрея Кураева я там давал ответы тогда когда он был лично с ним я ни разу не беседовал и не встречался Поэтому сказать уже просто я не имею права теперь говорить он умер умер и как бы он отнесся к тому что есть лишний вес у него много лишнего веса об этом говорят пишут сейчас и тоже я все считаю смотрю в курсе дела это тоже играет большую роль Вот собаки есть большая порода как этот у Сергея и маленькие такие шавочки они живут намного дольше и человек который полный такое блокаду Ленинграда они вымерли в первое же время все толстого никого не было иначе бы их сожрали соседи Ну вот и причина какая там у него то то еще он в жизни видел то где он работал то при церкви был то у него Образ жизни то был какой я не знаю где он выезжал когда где-то я знаю там как-то писали надоели всем два брата один священник который кажется дьяко на мотоцикла гонялись все время там ну какие-то байкеры там называет их И разогнали себе один ударился потом второй и показывает по дороге как только лежат насмерть оба Счета молитва дошла до Бога вот и отвечают люди одни там детали валяются на скорости где-то чуть не 200 километров Ломанулись и подскользнулся мотоцикл грохнулся зачем куда торопился у нас мэр города какой мэр города десятку лучших мэров России входил Тоже разбился автодорожная катастрофа И губернатор Друг Владимировича Владимировича Путина вы знаете о ком я говорю Сатирик один у нас был тут Зачем он? Евдокимов Да Евдокимов Михаил Сергеевич Мы не знаем что и как но у него тут сильная оппозиция была писали говорили он не специалист был и у него здесь не было поддержки нигде И долго думали что там подстроили было такое дело что подстроить ну никак нельзя их машина ударила другую машину которая на поворот пошла Ну как он летел дальше по воздуху то и ударился а дерево единственно дерево растет и прям посередине дерева ударил под корень Ну это кто то же знал надо ехать было туда гнать тот человек подворачивал как раз на такой скорости если бы взял правее проскочил бы мимо Ну и все вот так и здесь мы не знаем какая его жизнь была ну полный вес это определенно видно и по губам и по обвисшим щекам по всему А он был очень на плохом счету у Невзорова у кого Невзоров я не знаю вот на Невзоровске меня тогда просили вот такой то ролик его прокомментируют вот такой то и Невзоровских выступлений я прокомментировал они у меня стоят на нару если будешь по плейлистам найти ты найдешь там Невзоров 32 ролика я его прокомментировал у Невзорова Александра Глебовича Вот так и мне говорят так вы его хвалите все время я не хвалю я говорю вот здесь он отвечает правильно правильно и оно как похвала вот а здесь он безбожий он напоминает мне вот это интервью дьявола который был он беспокаянный абсолютно потемневший видно язвительный страшно как и чем он закончится то тоже И он сразу выступил сразу же только вчера умер Чаплин то а он сразу выступал почему ты на день раньше не выступил когда он мог дать опровержение стучал мне Сейчас подожди то я маленько гляну по наружке то есть или нет Так нигде не никого не видать никто не стущит пока показалось Ну вот такое дело Оказалось значит А Чаплин я сказать ничего не могу кроме того что сказано Когда я вел передачу здесь то решил запустить мои беседы с Александром Менем убитым священником Получилось 6 бесед ну и пошли звонки да как вы можете такой человек кто вы такой Я говорю вы не можете никто я могу я могу Почему потому что я моя беседа с ним живым Живым и он говорит и смеется и там ложечкой размешивает чай все это слышно я имею право как не с ним беседовать а то что было дать слушать а вы теперь на мертвого льва говорится плюете и легаете вы не имеете права я имею на Чаплина я ничего не имею сказать Даже если бы и знал он не может заступиться он мертвый я мы сразу начали молиться о нем и все он верующий был хоть слабенько но верил и главное он вышел то совсем недавно год назад Из ближайших от патриарха по связям с общественностью он был и он встречался не раз с Невзоровым И они как-то неразумно делают сказали если Невзоров участвует в какой-то беседе вы сразу поднимаетесь и уходите Ну и они там собрались священника три сидят там и в это время объявляет диктор и он заходит и они мигом поднялись им кричат улюлюхает свистят Вот какая энергетика у нашего Александра Глебовича это черный демон это смотри как поднялись пошли да разве же можно было уходить по-другому они не могут сказать То есть ну глупость какую-то он такой сказал я не знаю как это люди то ли внутренне не готовы ни к чему я вот был у отца Кирилла Сахарова игумена на Берсеневке И меня там вопросы вопросы и задали вопрос вот Сашка вот это музычка Сашка Билый которого там Аваков кто там этот Аваков там все его преследовали его убили застрелили Где-то он какой-то карась или какая называлась это таверна он бежал вы могли бы вот вы все находите язык со всеми он меня игумен спрашивает А вот с ним могли бы найти я искать бы не стал а почему да это я до обращения это я у него убили трех дядей в ГУЛАГе и он был у Дудаева он там танк подстрелил он лично сам несколько там самоходных орудий уничтожил и людей почему понятно почему В итоге поселились Сашка Билом бы я даже как встретились обнялись поцеловались и все если бы это было до 27 сентября 62 года я готовился стать таким Сашка Билом Вот так и здесь что я могу сказать ничего не могу сказать кроме того что уже было мной сказано Я сразу свой материал разослал вы его видели ну я посылал ну вот и все я не имею морального права говорить об этом я только то что сказал тогда при его жизни а то говорят о мертвом говорить хорошо или ничего нет не так это римская Это римская поговорка она звучит так а мертвым говорят все или ничего все а все это значит тогда и ничего а тут главное только хорошее это есть путешествие там геккель бери финна когда считает учительница фильма такой парень был да как мы его не ценили в классе а он в это время сверху слушать и упал прямо прямо к ней к ногам то Ах она как дала ему пощечину сразу залепила только что говорила по нигирик пела ему хвалебное ну потому что думал то и он действительно погиб Ну так и здесь Щаплин у меня ничего общего с ним не было поэтому я Разбирал его выступление при нем я думал может быть ему и дали бы это послушать а может и нет Я разбирал во свете библии Так что я в том не раскаиваюсь Что еще там Ну вот то что Невзоров выставил вот по поводу этого то что он начал выставлять у него какие-то что он там какой-то романы какие-то писал Да романы допустим писал допустим все ушел он стоял каялся и ушел а ты-то умрешь то тебе покаяния то нету Злый день курит все время высох весь Он ушел мы можем только молиться а что ты ну сказал говорил он писал романы там ну что угодно можешь говорить его нету он ушел он нам не подсуден уже он пред Богом предстал И дела его нигде как откликается или нет я не знаю Бывает так человек вот считаем мы писатель и разбойник басня у льва этого Ивана Андреевича Крылова Там они где-то в аду были конечно разбойники вот там под ним огонь горит а у писателя вот хороший такой любви Гладит но вот все у того гаснет вот а сильнее сильнее разгорается почему а кто был разбойником недовольны все умерли никто не проклинает а здесь его труды переиздают все больше и больше Набоковская лолита на слуху снимает фильм учатся подражают под ним огонь и он стал говорить и тут порядка нету вот и тогда говорит Мегера ему показала что делается и с яростью захлопнула котел Игнатик Игнатик ну вот а представьте вот если бы вот если бы Невзоров к вам пришел и сказал бы вам что мне делать я уже не знаю я так глубоко зашел что мне делать какой бы вы совет ему дали Деяние апостолов 2.38 как раз там и спросили мужи братья что нам делать Он говорит покайтесь и докреститься каждый из вас своим Иисуса Христа и получите дар Святого Духа И все будет по другому тем более учился он в семинарии знает у него то ли отец то ли дед был генерал КГБ Так он говорит вроде бы и он там курсы какие-то ведет по безбожеству Ну хорошо вот допустим этот блуждающий Алексей у меня приезжал вы знаете о ком я говорю там ну хоть как-то ходили где-то что-то он там сейчас ездит молитвы развозит по всему миру но Ну человек совершенно неверующий никакой веры порошинки нету большой большой специалист специалист по секс индустрии Ну хоть что-то ему мог сказать о этом я еще бы мог сказать-то ничего нету тут хоть внешне пытается показать что он такой Поехал в Иерусалим там везде везде по монастырям ездит и в баре поехал к Николичу за творчество а этого-то ничего нету совершенно Смрад один идет из его уст Господь попустил ему такие мерзости изрыгать И но у меня Низоров ежедневно в молитве я его имя произношу уже много лет Я молюсь и молюсь и молюсь за него вот спроси из верующих кто за него молится Да А я молюсь ежедневно притом ежедневно каждое утро и друзья помогают молятся и Герман Стервиков они у меня рядом стоят два разрушителя и Германа поминаю А Германа спросили обо мне еретик сик там все был в Барнауле даже а он я его не могу назвать не еретиком не тем я называю с большой буквы разрушитель все А грабил сколько награбил миллиарды а теперь говорит что денег нет и проще обманывают людей Ну совсем уж никакие люди-то которые едут-то сами работать не хотят он говорит ну раз денег нет говорит тогда нанимайся в работники куда к нему А он с этой алис это мы говорят деньги то не знали куда девать там ящиками тащили он говорит я говорит менял квартиру почти каждый день потому что охотятся узнают где И он улизнул и всей компании то но это между делом так Бесноватая Бесноватая Беседы хватает закан ведущего бросает ну как Жириновский такой же я о Германе говорю и фамилия то какая стерлинг стерлинг может быть сначала бы рублев был бы рубль то а потом бы долларов а этот сразу стерлинг английская единица измерения у него по приводе все это такое Ну вот Игнат Тихонович сейчас по новостям везде в мире показывают что изменение сильной погоды происходит и многие даже заговорили что это к концу света идет все идет к этому и даже числа уже называют 8 февраля и прочее как нам относиться к таким изменениям погоды верующим к Относиться может только тот кто ничего не делает никак Господь делает что есть ему тем более сейчас удобно погоду предсказывают ты можешь знать какие какую обувь надевать какую шапку вот у нас на еще снегу заварили уже кидать его некуда Первый раз применили даже эту машину когда летел Она мотает Никакого отношения это не имеет а то вот за неделю планета страдает там все это ну интересно конечно смотреть как обвалы рушатся ну а дальше то что зачем Ну я один раз посмотрел дальше уже ну там совсем никакие вода тещет по городу ну разве это катастрофа Катастрофа это вот там где Ашхабад тряхнула и за 8 секунд 120 тысяч погибло А это то все скрывали никак надо заниматься делом каким молитва и дело труд и молитва как Антонию Великому было сказано я вот сегодня материал скинул там из монашеских уставов то как ребенка с сыном так как вот на картинке это показать когда он обовшивишь и специально они били его восьмилетнего на глазах отца это какие кадры готовили Это все нормально это наше а если я сказал что куда же западе любви дети таковых есть старство небесное детям сразу стектан баптист стектан баптист говорят из-за иконы прячутся Мелочевка а мне некогда их судить я их знать не знаю кто там нападает в этого показали мне сегодня Дудин второй то я с ним переписывался видимо он из Санкт-Петербурга да он занимался детским вопросом у меня спрашивал как это делать но потом связь прекратилась у меня один там у вас много было роликов с ним у вас много было может быть у меня интересно как получилось вот человек один вопрос задает другой жена у него и сам он руководящий такой хотя низкая должность у сектантов еретиков то и обратился я сказал ему Ярославль и там давай как-то фамилия Казанцев Юра такие снимки у меня на форуме вся переписка его всего потом раз не встречались не переписывались и он сфотографировал как полное погружение креститься и как делал и сразу у меня в черный список я понял приблизить он хотел быть священником видимо дали условия одно со мной порвать всякую связь самая большая подлость какую можно только сделать он же пришел от меня я его за буквально тащил и они же против меня травят ну все какой у них разум то есть переписка-то вся целая жена иконописом икона пишет ребенок один есть жена кажется не первая дело в том что я никакой он от меня ничего не видел кроме того что я уехал и приезжаю осенью переписки не было прихожу он черный список меня занес чтобы я никак на него не выходил а я не выходил никогда он выходил вот у меня телефон есть я не звоню ни одному кому надо позвонит вообще ни одного звонка не делаю но что интересно вот это мне купили такое зла я сниму очень мучаюсь вот было 500 рублей 500 с чем-то 40 приехал вернулся 11 тысяч уже 11 тысяч лежит вчера встаю на 6 тысяч больше сегодня встаю еще три тысячи накинули уже 19 кажется всем наказываю не посылайте я отдаю кому-то кто-то снимает у кого там дети есть или нужно я не прикасаюсь ни к чему но у меня карточка есть я снимаю там и все здесь высчитывают тысячи полторы две отдай никак не могу и притом я не знаю кто это делает они-то думает мне какое-то добро дело там не переживание я кого-то его звали мешок деньгами у меня в руки-то не попадает когда бывает пришлют за что-то вот сейчас сегодня володя отвез полный комплект книг из америки выписали 1250 долларов я заплатил здесь сколько тысяч 12 до отсылку то вот ну там остается у меня уже назначено я люблю фонды создавать там для серых и под своей опекой держать ни одного не два ребенка там сколько есть это господь делать это не мое на книги мне кто-то дал да я сидел трудился но что я трудился написал такие книги вопрос опять же бог дал мне хвалить это нечем ну бог так сделал что вот видишь и сегодня маленький заснял ролик поставлю потом сейчас у нас занятия тут будут да нет еще не скоро через полчаса полчаса еще так еще вопросы ну вот смотрите отношение какое у нас должно быть вот сейчас будут менять конституцию точнее как но пункты изменять некоторые не менять ее в общем поправки выносить вы как к этому относитесь а как это надо это делать или не знаю но я в каждой молитве утром перечисляю всех правителей мира владимир и понятно как у путин димитрий ну кто медведев дональд не надо толковать рамзан кадыров владимир зеленский александр лукашенко но я перечисляю рамзан кадыров эрдоген я их поминаю им молю господи даем добрый разум чтобы издавали мудрые законы то есть меняли конституцию то я об этом молюсь это по моей молитве может сделано я об этом молюсь все время произношу вслух потому что каждое утро на все записывается чтобы а до чего чтобы дали достойно жить людям дабы было из чего уделять нуждающимся законы все сводятся к тому чтобы достойную жизнь дать мы почти имена перечисляю потом мира прошу первым делом израилю потом россии потом украине потом сирии у меня это все все в молитве уже есть я добавить еще не могу вот она у них сейчас конституции меняет а у меня внутри господи услышал ты мою молитву да слава тебе господи а будет хуже не а не будет когда закон яровой дали о как начали пересажает всех а степаненко максим я сказал то есть я посмотрел правда в деревне же живут а и мы не могут ничего сделать ни один священник не дает везде по россии мне сообщает никто не дает а лучше что что он окончил курсы и священник благословляет и регистрация в отделе юстиции чтобы у нас было то а мы приехали только 1 воскресенье 18 человек получили эту бумагу во первых мы только что прошли перерегистрацию у нас с отделом юстиции краевым барнауле хорошая очень немного каждый раз проходим перерегистрация то внеплановая когда бывает где-то но и все остальное у нас сошлось один к одному и нас каждый воскресенье по городу раздают ходят нас никто не трогать подойдут пожалуйста все кончилось закон яровой да это так начали такие эпитеты давать я грудь еще наоборот на защищает я во всех законах нахожу то что возвышает и власти и нас вообще это никита трофимов сейчас хорошо и он там в тюрьме как бы помогает и и надо ему я бы все объясняю ну ты не можешь этого сделать он он ему понравилось как со мной было мне давали дела я рассматривал как следователь это вещь неслыханная говорят что это и по закону нельзя но у меня прокурор края дал указания я да пока еще следствие не закончилось из пятерых обвиняемых трое вышли на свободу понятно тем более сейчас запретили в тюрьмах работать не пробьешься туда отказали всем и в университетах чтобы не было потому что много пакостей делает вот в моем мире mail.ru там было так если у меня 10 тысяч друзей я одновременно могу послать одновременно там три или четыре кнопки только нажать и 10 тысяч сразу 12 фотографий получают и 5 тысяч знаков текст а то вообще не видно но для меня это какой было мы всякие пакости там совокупляются все закрыли по одному и не больше трех а дальше кривые буквы разгадывай ну и ладно я пересел на другое я все занимаюсь здесь ютубе ютубе у меня большое поприще люди идут и ну вот известно что нашу конституцию которую приняли там девяносто четверто по моему году на референдуме ее писали во многом американцы и вот то что ее менять надо это уже назревало то что надо там делать поправки но вообще двигаться в направлении суверенитета страны верующий человек может этому этим заниматься пускай вызвать меня путин возьмет советники и назначить мне зарплату хотя бы еще тысяч десять я на это согласен ну а что буду зря говорить молотить языком когда никто нас не зовет зачем я гадать будут я молюсь еще раз сказал молюсь о законе чтобы переменили закон то есть конституцию главный закон страны я об этом молюсь и молюсь все время если я об этом молился и случилось но ты скажешь это так кто-то надумал а я отвечаю я получил ответ от бога даже здесь никто солженицына может кто-то ждал а я молился и молился верни его господи верни если тебе угодно его вернули я молился все время словами чтобы рухнул коммунистический режим полвека молился он пал люди ничего не дают а я получил ответ на молитву это мои большие молитвы были я подавал и милости не все что бог услышал меня и он труху новая себя как многое берете нисколько не больше того что дано а что я много беру что молился это немного мне позволено молиться позволено а дальше она что ничего и нет от меня не зависит власть издает законы меня на нигде не ущемляют я вот здесь по телевидению сижу одесса вся трулетки везде показываю библию считаю проповеди да сейчас сколько собираете да это уже понятно что не игрушечное дело делаем никто не трогает никто не стучится мало того каждый год у меня поздравительная была с прокуратурой края на пасху и кгб фсб я с вопросом пришел и написал первый какой кличкой меня вели они горит никакой в нашей разработке вы были просто лапкин игнатий тихонович а я знаю такие важные люди то и клоун то еще что-то там давали им клички а у меня горит нет вы его в разработке были под своей фамилией и все ответ пришел ответ вот сейчас я ходил к ним на детектор лжи просился то чтобы сделали бесплатно мне у проверили что я не лгал тогда меня судили-то по заведомо ложному измышления статья-то гласила 190 приму караса пазар я знаю в это я верил пусть прибор вам покажет что я не лгал я действительно верил что были репрессии я действительно верил что без бога жить нельзя за что меня судили я это все подтвердил те же самые вопросы которые были на суде здесь давайте когда меня путайте проводами а мне ответ пришел бесплатно мы не делаем да и ничего и нету это надо вам где-то в частном порядке делать а в частном порядке как я докажу что не у вас мне у вас надо вы и меня судили вы и мне не поверили то есть вы верили но вы сказали бы я молился согласен я распространял литературу архипелаг гулаг там масонство согласен но статья звучит распространение заведомо ложных измышлений порочных общественных государственных строй страны и ни один не подтвердил потому что я на эти темы не говорил даже не расположены играть нет он на властях вообще никогда не говорил это не моя область я власти обречал секретари первые крайкома я писал всем генеральным секретарям партии в москву всем кто был и всем патриархам ну на них кто от этим занимался кто писал при том с полным описанием недостатков игнать тихонович а у вас все эти письма которые вы писали в одном месте сохранены нет конечно все сожгли все взяли и хвалились а две большие кучи были они были переплетенные там уже больше ста книг было по 650 страниц я же реставратор книг переплетчик и когда я вернулся у меня снова появилась пиди 77 томов книг вот где а пистолярное наследие но я их раздал эти последние от меня тут не вылазил краеведческий музей алтайского края по одному листочку брали я им давал я не приходили сотрудники 23 человека все время что еще дадите нет им так интересно было а у меня вот просто как срез истории вот до слова божия нет уз вот там как раз показана книга это вышло из документов это как средств истории что священники говорили как они нам не высвечивалась все об меня искрили они как обвалу какой сейчас коронавирус ходит как пишут и в интернете и показывают по телевизору в китае даже в россии там где-то как-то это что такое такое ну как этому тоже можно относиться вот есть такая книга библия у мусульман называется каран и тут корона очень похожие слова то близкие где-то я как-то писал стихотворение и эти жены их караном коронованные сжимают провода под живота когда взрывали сами себя они же отчаянные такие это может быть что-то имеется ввиду а если нет сейчас везде уже пишут что спит это выдумано и нет такой болезни говорили земля выбрать еще подобного у африканцев не увеличилась вранье сплошное как говорил сергей козлов брехуны одни так уходи к отсюда ты залез на книжки на мои хотя а так смотрите игнатик ночь вот по книге апокалипсис известно что треть или сколько там человечеством погибли должна погибнуть 3 правильно до 2 с половиной миллиарда сгорит а как она погибнет то есть в войне или или от катаклизмов или от природных чего-то известно не знаем есть этническое оружие взорвалась там погибает одни черные негры европейцев даже не трогает это вообще удивительно не знаем и знать не надо написано мы должны быть готовы каждый не знаешь который сейчас придет господин и так будьте готовы и мы об этом молимся каждый день чтобы исполнится духа святого и чтобы не с огорчением предстали как не готовы когда господь придет или умрем я об этом молюсь каждый день молюсь и молюсь у меня есть лесенка я по ней заложил на небо смотрите получается антихрист зайдет именно на фоне вот этих бедствий да у три с половиной года подготовительную будет измотаются и все люди будут вот правители бы такого чтобы не воевали то не чужую территорию не оттяпывали чтобы не оттяпывали значит советском союзе то между республиками то нигде не было никто не претендовал на карабах на крым ни один нигде тоталитарный режим дали свободу вот они теперь бросились и поэтому мы должны соглашаться с тем что есть и заниматься душой видеть нуждающихся спешить на помощь душу насыщать свою завтра отнимут и ничего нету старайся сюда затарить побольше да главное с молитвой делать никуда глазами зря не блуждай опусти глаза не доеде получается сейчас конь пойдет бледный да сейчас сейчас идет третий конь 4 будет он уже последний мать это показано так они не то что там какие-то периоды начинает церковь вот такой период ладики это нет мы можем в течение одного дня во всех периодов побывать это состояние души состояние души и так считать он бледный конь это белое движение красное это красное это толковали в гражданскую войну не надо делать этого не надо не знаю есть вот у меня был который старинный такими славянские церковно-славянском языке апокалипсис семи толковый один из тих в семи вариантах толкуется на основании слова божия и притом святые отцы так толкует разное разное по-разному но не вопреки слова божия вот и все а зачем я буду туда еще лезть и не надо это тайна она исполнится свое время назвали корона коронавирус это мы прям смешно как-то придумали вы птичий гриб что не чихают или что там и вот направили в алтайском крае у нас даже не поверишь 400 охотника по всему краю но их то больше там вот и чтобы диких уток и сдавали хотя бы по одной туда где санэпидемстанция то не сдавали конечно результат ни одной больной не нашли ни одной голубей сколько потравили дикие голубей парами нынче я видел прям поле усыпано все а что там пестициды какие-то на полях и они все отравились и прямо тысячи наверно все цифрографировано у меня нынче падеж и там и здесь большой был две третьих погибло голубей вертлящика голова на бок заворачивается от клюет в воздух а вниз не может я одного взял здесь моя их кошкам кармливал и все они не заразы ничего не несут хоть пищу принимай но мы не едим но тут получилось так я одного взял сюда и кошачьи тут кошек возить такая как корзинка то и у меня голубь живет он выздоровел почти я утром и выпускаю его когда кошки сидят он полетает маленькая свет выключая в потемках я уберу они в темноте ничего не видят и он у меня с собой тут живет один он не воркует еще потому что он один а тут так мало когда меня не было маленькое пространство у меня же голубя тут в избе было а летом тут мне тут помогали ковры то населили и всю мою премудрость все это выкинули кто-то тут наши но прошлом году новогодние елки возвращались для моего ангел раздавали я володе спрашиваю разрешение володя ты разрешишь мне потому что там наверху надо застилать каждый раз у меня еще скажу он лишь какой был еще он ничего не скажет но и все я их занес сюда так они утрами воркует а я сижу слушаю это чудесно как это шариков когда и там веди себя правильно когда в цирке там слоны и коты еще сравнивать так и здесь голубям еще сравнивать воркует как тут писал один про меня вот макаров сергей сергеевич он 11 лет был корреспондент комсомольской правды лобня москве а теперь газета версты и он говорит одна слабость все-таки есть у игнатия тихон еще голуби да какая же это слабость это радость тем более кормежки они рубля не потратил за всю жизнь все как-то получается так один раз потеряевки появилась стадо бычков сколько я не знаю ну 70 или 100 они ходят везде пришлось спасти их поить и загонять там где у нас около лагеря старые деники то загородили и там держим проходят около недели а мы дали знать в районе везде в газеты что приезжает это вы писали там такие то да да это наши бычки а какого цвета какой возраст бывает так это просят они не такие то ну и все признали нам отдавать надо отдавать я грудно вы что-то мне дадите за то что я неделю то пас а что вы хотели я голубей держу мне отходы нужно голубей отходы домой еще в мешках что ли возле дома машину загрузим и привезем и опять понимаешь что они даже были прийти и вот так вот а тут игоря уже появилось все и у меня со всех сторон как тут представь себе я под окном устроил стол установил и на нем три выдвижных ящика вот когда выдвигают три и и там примерно 100 воробьев кормлю 40 жуланов больших и 45 диких голубей которые каждый день часто смотрю за ними а тут голуби их обижает мне сейчас надо идти скорее им дать этим воробьям отдельно кормить их и отдельно а воробьи обижать жуланов жуланом сделал только семечки туда вот чем занимается человек есть горту мы или нет я и сам не знаю а кто-то привез косточки а мне запретили собак сюда звать а я тайно где-то им подаю все равно пошел однажды они за мной увязались трое я зашел в кгб то они у двери никого не пускают пришлось меня вызывать и я его и вы проделали меня там дождались опять пошли домой охрана это за возмездие за любовь награда игнать технич вот вы все в жизни пишите все и дневник и всю жизнь все учитываете количество всего вы так ведете всю свою жизнь и поэтому у вас очень много документов а вот интересно а если такая у вас тайная книга в которой вы записываете свои грехи с детства это не грехов не тайна записать а что бы я выдумал то я в боге ждал написано рожденный от бога не грешит то есть что у меня было все бог смехнул я этого и не знаю я ненавидел коммунистов теперь молюсь за них и когда в потеряевке стали строить я говорю первую очередь надо построить для престарелых гк щепистов гк щепы которая была они беспризорные отдельные будем до кормим их допоим но не получилось так а что бы описал в дневники я не знаю еще и писать я обстал утром но сегодня я в пол второго ночи уже все не ложился вот это я встаю в это время другой раз в первом часу стою в первом часу вы то меня видите когда и думаете я не ложился то я уже встал а уже около трех часов я достопляю пищу молоде встанет в комнате тепло он уголь поднесет а дальше сам я заправляю он дрова приносит у меня все распорядок по волной еще в этом записывал тогда отдельно где-то нету ничего нету но если говорить вот я строго обошелся с женой она приходит там плащет или что обнимает целует там и просит прощение я вот не знал это вот то другое да только делов то наплевать да забыть давай на молитву сразу и на молитву и все кончилось я должен следить за ней она без разрешения в город уходит а бывает ей плохо я тогда сказал один раз только в неделю и при том когда тебя берут на машине чтобы обратно привезли она звонит задержала до темноты сейчас минуты идти на улицу скорее до темноты должна была вовремя прийти солнце должно было захватить тебя на крыльце поэтому строго тебе эту неделю никуда не пойдешь все я обязан за нее отвечать она мне вверена богом но ведь вы же на и на исповеди что-то произносите обведение неведение в уме помышлений в воде и внощи все заходят выспать у меня есть это на на это я примерно полторы минуты бывают от зайдут что-то перечислять что буду выдумать ничего я не делал сижу все время здесь каждый день где семь раз три святое 100 поклонов да еще утренний вечерний уже 90 900 поклонов у меня вообще думать некогда сейчас на скорее воробьям дать вопросов нет больше но вы но смотрите вы людям посоветуете если они готовятся к исповеди нас на грехи брать из библии или по специальным на первую очередь совесть совесть должна судить и и все но я батюшка сказал что-то ему там прошлый раз пригласить архиерею не согласился но я попросил прощения ну я хотел и ты хотел всегда тут ему надо было куда-то ехать или насчет такое думать я буду еще попало я больше буду разговаривать все дорогой брат мой все так гости христос готов вопросы звони и сойдемся побежал